Продолжение следует... Профессор Недогода Сергей Владимирович, представляющий Волгоград, представит вашему вниманию клинический случай, а затем профессор Жан-Филипп Колле прокомментирует его с точки зрения рекомендации. Итак, профессор Недогода Сергей Владимирович, клинический случай. В качестве клинического примера представляется больной с инфарктом миокарда без подъема сегмента СТ. Я думаю, что не надо лишний раз говорить о том, что это чрезвычайно актуальная тематика. И мы видим пациента 49 лет, который по самообращению пришел в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, приемное отделение, с жалобами на интенсивные загрудинные боли, начавшиеся после стрессовой ситуации у 3-х часов до момента поступления. Боли не купировались приемы нитроглицерина. Мы с вами видим, что за 3 часа он принял 6 таблеток, и это все сопровождалось у него, у нашего пациента, выраженной слабостью. Из-за анализозаболевания, что нам известно, боль в загрудинной области во время или сразу после тяжелой физической нагрузки отмечается в течение 2-3 лет. Интенсивность иногда болевого синдрома бывает достаточно значимой, ну и влекло многократное достаточно обращение в скорую медицинскую помощь, но со слов пациента на электрокардиограмме и химические изменения ранее не регистрировались. И наиболее частым диагнозом врачей в скорой медицинской помощи была дарсопатия. Он также наблюдался участковым терапевтом, консультировался неврологами, например, шейно-грудного астрахандроза. К кардиологу никогда не обращался и не направлялся, что очень важно, специалистами как широкого, так и узкого профиля, соответственно, терапевтам и неврологам. Плановой госпитализации не принимал до момента настоящей госпитализации. Анамнез заболевания из сопутствующей патологии, что мы знаем. Стабильное повышение артериального давления на уровне 140-170 мм крупного столба систолической, 110-110 диастолической, монтировал, не принимал антигипертензивную терапию. При повышении артериального давления до 160-садочных, это были головные боли, и кардиальных болей в этот момент не отмечал, субвендуально принимал картофель, который достаточно хорошо и эффективно снижал артериальное давление. Сахаровым диабетом страдает в течение последних 5 лет. Плановая сахароснижающая терапия проводилась с метформином, то есть 1000 мг в сутки, но, в общем, видимо, приверженность к рекомендациям врачей и пациентам была не очень высокая, и были перерывы в лечении, как больной говорит, что мог в течение 2-3 дней в неделю не принимать препараты. Регулярный контроль гликемии не проводился, ну и, соответственно, в приверженности мета терапии рекомендованной доклиновой кимплотушения. Обращает на себя в наследственном анамнезе то, что у матери артериальная гипертензия с возраста 45 лет, отец умер от инфаркта миокарда в 49 лет, по сахарному диабету у матери тоже отягощенная анамнез, поскольку он выявлен в 47 лет. Вредные привычки. Курение. Стаж около 25 лет и, конечно, много курит, полторы пачки в день, индекс курения 25. Ну вот на этом слайде представлена хронокарта нашего пациента. Вы видите, что все развивалось достаточно плавно, никаких таких острых стрессов не было. Ну а дальше-то сказать, надо отметить, конечно, очень такую неправильно подобранную терапию нашими врачами, потому что, безусловно, при таком уровне артериального давления уж гипотензивной терапии больной нуждался однозначно. При поступлении данной физикального обследования нет большого ожирения, избыточная масса тела с индексом массы 27,1 кг на метр квадратный, кожные покровы бледные с избыточной влажностью, легкие визикулярное дыхание, хрипов нет, частота дыхания 18, концентрация кислорода 97%. Тоны сердца приглушены, учащены, ритмичные, число сокращений при сердце и ЧСС 98 ударов в минуту. Адена момент поступления колебалась, было 156,98, потом 150,90 мм крупного столба, и отеков нижних конечностей не было. Ну, мы видим с вами электрокардиограмму при поступлении, синусовая тахикардия подтверждена электрокардиографически, 94 удара в минуту, и шимея в передней перегородочной области. Ну и стандартное заключение, по крайней мере, наших функционалистов, что данные изменения надо согласовать с клиникой и анализом. Мы уже помним, что было в клинике и что было в анализе. Лабораторные данные. Ну, обращать на себя внимание из того, что есть уровень сердечного тропанина 64, мы видим, так сказать, как врач проводил по алгоритму диагностики нашего пациента. Анализ общей крови ничем примечательным не отличается. Среди других вещей, конечно, выделяется высокий уровень общего холестерина 6,8, явно не достигнута целевая гликемия, потому что дощиковый сахар 8,1, ну и при этом скорость клубочковой фильтрации в пределах нормы. Помимо общего холестерина в течение суток были сделаны более развернутые анализы. Ну, мы увидели липопротеиды низкой плотности 4,62, значительно выше целевого уровня, снижение липопротеидов высокой плотности, высокие триглицериды 2,3, которые, ну, в свете современных рекомендаций, требуют обсуждения уже целенаправленных снижений этого уровня. Электролитных изменений не было, трансаминазы в пределах нормы, ну и подтверждением высокого уровня тощикового сахара был длитированный гемоблодин с уровнем 7,9%. На эхокардиографии у этого пациента гипокинез переднеперегородочного отдела в базальном и среднем сегментах. Дальше. Оценка риска была использована со шкалой ГРЭС 86%. Дальше. По алгоритму был проведен больной, который сегодня принят. ИКТ была сделана через 2,24... Коронарная коронарография была сделана в течение ближайших суток после госпитализации. Результаты проведенного лучевого диагностики. Тандемстеноз проксимальный третий 80-90%. Стеноз на границе проксимальный и средний третий 90%. Дальше. Ранее была показана диагностка ревоскулиризации миокарда. Выбор метода был осуществлен ревоскулиризации. Значит, мы видим с вами имплантирован стенд коронарным с лекарственным покрытием и в зону стеноза проксимальный тоже имплантирован стенд с коронарным покрытием. Оценка риска кровотечения, естественно, была проведена перед тем, как назначить дезагрегационную антикоагулянтную терапию. Было 13 пунктов и риск кровотечения 3,9%. Была использована также специальная шкала оценки. Но мы видим, что, в общем, это позволяло начать терапию антикоагулянтной. Клинический диагноз при вытаске, вы видите, это инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, атеросклероз. Надо оттолкнуть, что я не сказал, фракция выброса была в пределах нормы, то есть не было снижения фракции выброса ниже 40. Гипертоническая болезнь, дизлепидемия, сахарный диабет 2-го типа. Была начата антикромботическая терапия, низкофрукционным гепарином. Вы видите схему его введения, ацетилсалициловой кислотой с нагрузочной дозой. И тикагрилором 180 мг в сутки. Нагрузочная доза после ЧКВ дали по 90 мг 2 раза в сутки. Ну, руководствовались мы европейскими рекомендациями при выборе терапии, дезагрегационной. И терапия с первых суток назначена была метапролом. Вы видите, что сначала он надеялся внутривенно, потом переход на парарагмин терапию, лизиноприл, стартовая доза 5 мг, и аторвостатин сразу была дана доза 80 мг в сутки. При выписке из стационара была увеличена доза метапролола, заменен лизиноприл на перендоприл, что тоже соответствует имеющимся рекомендациям. Аторвостатин 80 мг и продолжена терапия с сочетанием ацетилсалициловой кислоты и тикогриллова. Терапия с сахарным диабетом была усилена метапролом в сочетании с эмпоглифлазином. Это тоже было следствие европейских рекомендаций о поведении больных с преддиабетом и диабетом 2018 года. Через 3 месяца мы видим, что состояние больного явно лучше. Больные не испытывали болей при физической нагрузке. Обращает на себя внимание, выделенное желтым, что над такой терапией не достигнут уровень целевого артериального давления, который мы считаем, что на первом этапе должен быть однозначен ниже 140-90, а дальше рассматривать ниже 130-80. Ну и на эфекардиографии видим фракцию выброса 44, раньше была 52, она упала. Ультразвуковое исследование брахиоцефальных отделов показывает, что у этого пациента есть признаки атеросклероза, то есть мы можем рассматривать его как пациента со множественными сосудистыми поражениями. Дальше, проба с физической нагрузкой, коронавная недостаточность достоверно не выявлена. И, соответственно, была усилена антигипертензивная терапия по соединениям к грандоприлу и эндопамидам. Ну и дальше мне хотелось бы в заключении представить стандарт наших рекомендаций российских по ведению больных с этой патологией и обратить наше внимание на то, что у этого пациента, в принципе, были выполнены критерии оценки контроля качественной медицинской помощи, прописанные российскими рекомендациями по ведению этой категории больных. Ну и более того, пациент, перенесший это состояние, был включен на диспансерное наблюдение и дальше наблюдался в поликлинике. Благодарю вас за внимание. Спасибо Сергею Владимировичу за случай, конечно, с концентрированным таким набором факторов риска, которые привели пациента к такому исходу. И о чем же нам говорят европейские рекомендации в контексте вот этого клинического случая? Итак, профессор Жан-Филипп Колле, Франция. Окей, so, ladies and gentlemen, my ladies and gentlemen, приветствую вас. Меня зовут Жан-Филипп Колле. Я представляю университетскую клинику Петти Сарпетриер в Париже. Для меня большая честь принять участие в этом кардиологическом форуме. Я буду говорить о руководстве Европейского общества кардиологии до 2020 года, которое касается острого коронарного синдрома без подъема СТ-сегмента. Я возглавлю рабочую группу по этому вопросу вместе с Хольгером Тилем. В целом, эта рабочая группа состоит из представителей Европейского Союза и США. Итак, начинаем с диагностики и стратификации рисков. Это, конечно же, самый важный, ключевой шаг на пути ведения пациента. И здесь наша цель состоит в том, чтобы исключить диагноз инфаркта миокарда в связи с обструкцией коронарных артерий. Конечно же, рекомендуется забрать клинический анамнез пациента, описание симптомов, жизненных показателей, провести ЭКГ и, естественно, сделать анализ на высокочувствительный сердечный тропонин. И здесь, конечно, очень важно понимать, что этот тропонин, это именно высокочувствительный тропонин. И сейчас практически в 90% отделений интенсивной терапии и скорой помощи можно сделать этот анализ. Естественно, нам нужна ЭКГ, 12 отведениях ее нужно повторно проводить. Данное руководство было выпущено вместе с дополнительными документами, и все вместе они призваны помочь в выполнении всех этих рекомендаций. Сейчас давайте посмотрим на первый кейс. Это пациент, ему 85 лет, была эта женщина. Она была госпитализирована с переломом тазобедренного сустава. И почему-то сделали анализ кардиотропонина. При этом ЭКГ было в норме. Тропонин в два раза превышал норму. И врач заявил, что повышенный кардиотропонин позволяет ему диагностировать N-STEMI, то есть это инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, и просит провести раннюю инвазивную коронарную ангиографию. И здесь очень важно, что нужно учитывать весь контекст. И в данной ситуации вероятность N-STEMI очень низка. В основном потому, что ЭКГ в норме. Пациент не демонстрирует никаких симптомов. Также нужно учитывать, что имеются пациенты с хроническим повышенным коронарным тропонином. Особенно это пожилые пациенты. И в принципе это отражение ранее существовавших сердечных заболеваний. И это не обязательно связано с обструкцией коронарных артерий. Вторая группа или часть наших рекомендаций касается использования высокочувствительного тропонина. Этот биомаркер является высоконадежным. Мы рекомендуем использовать алгоритм 0-1 час. Это означает, что в течение этого промежутка времени можно исключить диагноз инфаркта миокарда и выписать пациента в случае очень низкого риска дальнейших сердечных событий, в течение следующего месяца, скажем. Мы также не рекомендуем использовать другие биомаркеры. Единственное, можно использовать код пептин. Это в тех случаях, если высокочувствительный кардиотропонин недоступен. А это очень немного мест. Таким образом, мы упростили очень многое в области биомаркеров. И посмотрите на этой схеме. Представлены три типа ситуаций. Первая — зелёный цвет. Здесь мы исключаем инфаркт миокарда, потому что уровень кардиотропонина очень низкий, или потому что он, с одной стороны, низкий, и изменение его в течение часа тоже низкое. В этом случае нам не нужна госпитализация пациента для мониторинга. Его можно выписать, а дальше уже оценивать состояние с помощью неинвазивных тестов. Далее справа, красный цвет. Здесь тропонин очень высокий, и его вариативность очень высока. В этом случае нужно госпитализировать пациента для быстрой ангиограммы и ЭКГ. В некоторых случаях пациента оказываются посередине. Это зона наблюдения. Это в том случае, когда вы не можете ни исключить, ни подтвердить этот диагноз. В таких случаях необходимо госпитализировать пациента для мониторинга и обследовать повторно, измерять кардиотропонин и проводить ЭКГ. И в этом случае можно ожидать примерно 10-15% кардиоосложнений в течение месяца. Поэтому мы не советуем выписывать этих пациентов очень быстро. Поэтому, видите, мы действительно все упростили и представили все в понятной схеме. Теперь посмотрим на другие виды инструментов. Мы рекомендуем использовать шкалу риска ГРЭЙС. Это действительно полезный инструмент для оценки прогноза. Также мы рекомендуем оценивать риск кровотечений, используя инструмент ХБР, потому что он такой очень прагматичный, всесторонний, использует 12 различных аспектов, и они в целом охватывают абсолютно все сопутствующие заболевания, а также факторы риска вашего пациента с учетом и возраста, заболеваний почек, печени, активного рака и так далее. И при помощи этого инструмента возможно предсказать обильное кровотечение в течение первого месяца и года довольно точным образом. Эта шкала, эта оценка действительно интересный инструмент, потому что также можно предсказать инфаркт миокарда и случай смерти. Таким образом, у вас, мы видим, здесь учитываются как второстепенные, так и основные критерии, и очень легко использовать этот инструмент в повседневной практике. Начальное лечение таких пациентов – это аспирин орально или же внутривенно, либо парентеральные антиагулянты с, например, нефракционированным гепарином. На этом этапе вам не потребуется никакого лечения, пока вы не определите анатомию коронарных сосудов. Ещё один пример. 70-летняя пациентка, постоянной сильной болью в груди, поступила с глубокой депрессией СТ-сегмента, и в машине скорой помощи ей дали аспирин и парентеральный антиагулянт. Далее звонит ординатор из отделения скорой помощи и спрашивает, следует ли использовать ингибиторы АПФ во время перевода этой пациентки в отделение интенсивной терапии. И вопрос здесь – какой будет ваш совет? В данном случае нет необходимости в предварительном лечении, потому что необходимо сначала узнать анатомию коронарных сосудов. Нужно учитывать, что примерно в 30% случаев либо отсутствует заболевание коронарных артерий, либо у пациента имеется тяжёлая ишемическая болезнь, которую необходимо лечить при помощи операции ортокоронарного шунтирования. Поэтому мы не рекомендуем применять обычные ингибиторы P2Y12 и как бы оставляем дверь открытой. В этом случае, когда риск кровотечения очень низок, а вероятность обструктивного ишемического заболевания коронарных артерий очень высока, ранняя инвазивная стратегия не может быть выполнена в течение 24 часов, тогда можно использовать P2Y12. В данном руководстве мы опирались на результаты различных анализов и исследований в этой области. Теперь, что касается времени проведения ангиографии. В этом случае мы выделили три группы риска, ведь они представлены на схеме. Это пациенты с очень высоким риском. В этом случае показана немедленная инвазивная ангиография, и это связано с гемодинамической нестабильностью, нарушением ритма, какими-то механическими осложнениями. Это пациенты с состоянием, похожим на стеми. Далее, пациенты с высоким риском, с установленным стеми по кардиотропонину или же динамическими новыми или предполагаемыми изменениями СТ-сегмента. Также это пациенты, реанимированные после остановки сердца без подъема СТ-сегмента, или же, если мы говорим о оценке риска по шкале Грейс, выше 140. И еще одна группа, это с низким риском, их нужно выборочно оценивать с использованием неинвазивного подхода, особенно это КТ, коронарных артерий, пациентов с низким риском, потому что это такой способ, который позволит довольно точно исключить абстрактивную ишемическую болезнь. Как только мы понимаем анатомию сосудов, нужно использовать ингибитор P2Y12, это могут быть или же просугрел, или тикогрелор, или клопидогрел, в зависимости от риска кровотечения. Мы также рекомендуем использовать просугрел, как более предпочтительный вариант, чем тикогрелор, особенно для пациентов с острым коронарным синдромом без подъема СТ, и если они поступают на чрезкожную коронарную ангиопластику. Конечно, можно использовать конгрелор, это очень удобный препарат с быстрым началом действия. И у пациентов, которые поступают для чрезкожной коронарной ангиопластики, и если они не получали ингибиторов P2Y12. После проведения ЧКА необходимо принять решение о длительности лечения. В зависимости от оценки риска кровотечения, если риск кровотечения очень высок, по двум основным критериям, то тогда мы говорим о краткосрочном лечении, один месяц аспирина и клопидогрела. Если же риск кровотечения высокий, то это три месяца, а если риск кровотечения низкий, то есть возможность регулярного подхода тройной терапии. Это тройная терапия в течение 12 месяцев в соответствии с тромботическим риском, который обобщен, вы видите, справа в таблице 9. И здесь умеренный есть тромботический риск, высокий, все это описано в соответствии с риском сердечно-сосудистых заболеваний и процедурными характеристиками, и также лежащие в их основе тяжестью ишемической болезни. Таким образом, вы видите, что данное руководство очень удобным образом спланировано. Мы обобщили в одном рисунке, одной таблице, все возможности, которыми мы располагаем в отношении фармакологической терапии. Еще один важный раздел руководства касается совмещения оральной антигуляции с антитробоцитарной терапией, и, смотрите, пациент 72 года с Н-стеми, прошел ангиопластику, у него установлен стенд с лекарственным препаратом в первой артерии тупого края по шкале ЧАД-СВАЗ-2, и находится на терапии антагониста витамина К. Как можно оптимизировать антикоагуляцию? Мы здесь говорим о новых оральных антикоагулянтах, потому что у них более высокий профиль безопасности. Еще один случай – это курильщик, 58 лет, поступил с Н-стеми. У него повторяющиеся эпизоды мерцающей аритмии. В настоящее время анализы демонстрируют, и все процедуры демонстрируют, что у него синусовый ритм. Проводится ангиопластика с множественной имплантацией стендов, и дальше трансторакальный ЭКГ показывает нормальную функцию левого желудочка и отсутствие клапанных заболеваний. Вопрос состоит в том, можно же ли переключить его с клапидогрела на тикогрелор или же просугрел с одновременным приемом аспирина и прерыванием NOAC. В руководствах у нас нет специальных рекомендаций, но в текстовой части мы прописали, что можно рассматривать такую возможность в течение первых нескольких недель, когда мы ожидаем, что риск коронарного тромбоза превысит риск инсульта в связи с вибрилляцией, но затем антикоагулянт должен быть снова возобновлен. Таким образом, ключевой момент использования NOAC и краскотрочное использование тройной терапии, аспирин, клапидогрел, NOAC, не более одной недели, и все это суммировано в рисунке 8 руководства. Смотрите, слева стратегия по умолчанию. В среднем риске кровотечения тройная терапия в течение одной недели, потом двойная терапия до шести недель, затем только NOAC. В редких случаях у пациентов с высоким оценочным риском мы используем тройную терапию до одного месяца, а затем до 12 месяцев двойной. Это менее распространенный вариант, и в основном это все основано на недавних рандомизированных исследованиях в течение последних четырех лет. И, наконец, два новых раздела. Один из них посвящен SCAD, или самопроизвольное расслоение кронарной артерии. Это примерно пять случаев у пациентов в эндстеме. В основном это молодые женщины без кардиососудистых факторов. У них очень специфическая ангиографическая семиология. Мы обобщили путь пациентов, в этом случае на рисунке 11. Мы выделили три различных типа пациентов с SCAD, и в зависимости от типа и присутствует ли обструктивное заболевание. Мы предлагаем рекомендации лечения. И в конце я хотела бы с вами поделиться интересным клиническим случаем. Женщина, 19 лет, поступила с головокружением, у нее нет факторов риска, семейный анамнез отрицательный, она не курит и использует контрацепцию, это внутриматочная спираль. ЭКД показывает подъем СТ в нижней части, и видим вот на этой ангиограмме. Посмотрите, вот у нас левая кронарная артерия. Посмотрите, слева обструкция наблюдается правой кронарной артерии, вот на этой левой части ангиограммы. А здесь правая кронарная артерия, здесь, посмотрите, вот эта ретровентрикулярная ветвь, окклюдирована маленькими тромбами. И в этом случае на транстракальной эхокардиограмме было видно, что у нее открытое овальное окно, и ей пришлось его закрывать специальными инструментами. Этот случай очень важная иллюстрация, и это отдельный раздел в этих рекомендациях, это МИНОКО, аббревиатура означает, что это инфаркт миокарда без обструктивной ишемической болезни коронарных артерий. И в этом разделе мы подчеркнули ключевую роль визуализации, особенно МРТ, а также КТ коронарных артерий, для того, чтобы мы могли быть уверенными в правильном диагнозе и правильном лечении. Если говорить о таких пациентах с МИНОКО, это 10-15% пациентов с МСТЭМИ. Руководство доступно в карманном формате, а также есть веб-приложение, его можно скачать бесплатно на сайте Европейского общества кардиологов. Также мы опубликовали два сопроводительных документа, и они призваны помочь всем специалистам внедрять эти принципы в клинической практике. Хочу поблагодарить вас за внимание и действительно надеюсь, что вам понравятся эти руководства. Для всех схем предлагается небольшой аудиогид, и в нем описаны основные аспекты. Спасибо большое за внимание. Спасибо, профессор Коля. Мы немножко опаздываем, но у нас есть время на пару вопросов, это было бы правильно. Вопросы, соответственно, профессору Недогода и профессору Коля. Пожалуйста, профессор Дупликов. Большое спасибо за презентацию, господин Коля. Вопрос, как часто вы используете неинвазивную ангиографию в вашей каждодневной клинической практике для пациентов с инфарктами Акарды без подъема СТ? Большое спасибо за вопрос. Итак, у пациентов с низким риском, у которых есть подозрения на СТЭМе, мы используем сканирование коронарное. Особенно это касается тех пациентов, которые наблюдаются там, где нет специальных средств для проведения инвазивной ангиографии, для того, чтобы их не возить никуда. И мы большое количество пациентов в итоге просматриваем именно таким образом, через виртуальную коронарху. Это новый подход, и он тоже описан в этих рекомендациях. Во многих странах 50% реанимаций, там нет возможности проведения коронархии инвазивной. Именно поэтому, для того, чтобы не возить пациентов, это достаточно сложных иногда. И мы рекомендуем использование виртуальной коронархии для пациентов с низким риском. Еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос к Сергею Владимировичу. По новым рекомендациям, сейчас говорят, что притритмент не нужен. Я так понимаю, по крайней мере у нас в Калужской области скорая помощь всех нагружает, по крайней мере, клопедогрелем, режет и когрелором, как вот в Волгограде. Или, может быть, какое-то нужно специальное письмо выпустить. Это РКО, чтобы скорая помощь не делала притритмент, при лечении блокадрами ПИТВИ. Вот как у вас обстояло? Я думаю, что я начну с того, что, поскольку мне приходится заниматься клиническими рекомендациями патологии в Российской Федерации, повторил бы нас потому что крупным рекомендациям по украинскому сферному сферному в одном или везде рабочих потому что адаптировать их под нашу, ну, более своеобразную метрологию, это не только великолепная подготовка, великолепная алгоритность, что это прописано, как мы говорили наши коллеги. В отношении чтобы не терять время, вот экспертных советов прошли, уже по тем рекомендациям, являются вопросами. Я думаю, что рабочие экспертные группы, которые, ну, сверхспециалисты, они должны сделать некую по крайней мере. Я могу сказать, что такая работа будет однозначно по реальному экспертной действию недостаточно. Я думаю, что здесь вопрос это то, что про которому надо в этом и вопросе проблематизма дать позиции рабочей группы по разработке соответствующей инвестиции очень в этом формате. в этом формате полтора в этом формате. Спасибо, Сергей Владимирович. Коллеги, ну и последний вопрос, мы переходим к следующему. Нету больше вопросов. Спасибо большое, профессор не до года, профессор Куале. Мы движемся дальше и обсуждаем тромбоэмболию легочной артерии. и я с удовольствием передаю слово с клиническим случаем профессору Ольге Михайловне Моисеевой, которая и дальше поведет эту сессию после доклада по клиническому случаю. Спасибо. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Вашему вниманию будет представлен клинический случай острый тромбоэмболии легочной артерии. Будьте добры, включите, пожалуйста, для наших слушателей экран. Вашему вниманию представляется пациентка 49 лет, без избыточной массы тела, находящаяся в переменопаузальном периоде и получающая последние 8 месяцев гормонозаместительную терапию. С ноября 2019 года у пациентка отмечают снижение переносимости физических нагрузок, а в январе 2020 года отмечает появление болей в грудной клетке и эпизода сердцебиения, по поводу которого обследовался у невролога. В конце января и в начале февраля пациентка совершает длительный перелет в Таиланд, после которого отмечает появление одышки при бытовых физических нагрузках. И при обращении в поликлинику нашего центра с жалобами на одышку в покое при минимальной физической нагрузке госпитализируется в центр и уже на отделении дает эпизод синкопальный. В анамнезе у пациентки нет данных за врожденные пороки сердца, артериальную гипертензию, аутоиммунные заболевания, ранее перенесенные тромбоэмболии легочной артерии, тромбоз глубоких вен и наследственные заболевания. Пациентка имеет варикозную болезнь вен нижней конечности и в 2015 году переносит склеротерапию большой подкожной вены справа. Итак, больная поступает в приемное отделение при физикальном осмотре частота дыхания 20 минут, тенденция к тахикардии и резкое снижение насыщения крови кислородом 89-90%. Врач приемного отделения оценивает вероятность наличия тромбоэмболии и учитывая тот факт, что пациентка ранее получала гормонозаместительную терапию и имела достаточно длительную иммобилизацию в сидячем положении в связи с авиаперелетом, диагноз тромбоэмболии наиболее вероятен и вероятность промежуточная. Здесь вопрос, о каком объеме обследования в дальнейшем идет речь, но у нас не предусмотрен возможность электронного ответа на эти вопросы, поэтому начнем двигаться по объему обследования указанного ранее. Существует миф, что электрокардиограмма не имеет значения в диагностике тромбоэмболии, но, как вы видите, предиктивная способность электрокардиограммы сопоставима с другими клиническими проявлениями, характерные для острой тромбоэмболии и легочной артерии, синкопального состояния, системной гипотензии, а такие электрокардиографические феномены, как фибрилляция предсердия, полная блокада правой ножки почка ГИСа, низкий вольтаж, патологический зубец КУ, элевация или депрессия сегмента СТ, имеют еще и прогностическое значение. Итак, наша пациентка промежуточной вероятности тромбоэмболии и легочной артерии, для того, чтобы двигаться по алгоритму диагностики острой тромбоэмболии и легочной артерии, нам нужно выполнить определение уровня Д-димера. Если бы у нас была бы высокая вероятность тромбоэмболии и легочной артерии, мы могли сразу перейти к визуализирующим методам исследования. Как вы видите, уровень Д-димера у нашей пациентки значительно повышен, и мы имеем право выполнить ей компьютерную томографию в ангиографическом режиме. В нашем центре двухэнергетическая компьютерная томография с контрастным усилением выполняется пациентка. Преимущество этого метода мы имеем возможность не только проанализировать проходимость ветвей легочной артерии, но и оценить перфузию легких с помощью специфических йодных карт. Как вы видите, у пациентки имеются тромбы центрально расположенные в главных ветвях легочной артерии и имеются дефекты перфузии по данным йодных карт. Еще очень чрезвычайно важный момент, который мы должны оценивать при анализе компьютерной томографии и на который редко обращают специалисты лучевой диагностики соотношение правого и левого желудочка по диаметрам. Именно такой подход во время анализа компьютерной томографии уже позволяет стратифицировать пациентку по риску развития неблагоприятных событий. Пациентке выполняется эхокардиографическое исследование. У пациентки отсутствуют структурно-функциональные изменения со стороны левых камер сердца. Обращает внимание достаточно выраженная дилатация правого желудочка и умеренное увеличение площади правого предсердия. Правый желудочек дилатированный, его систолическая функция значительно снижена. Об этом свидетельствует уменьшение амплитуды движения кольца трикоспидального клапана и уменьшение фракционного изменения площади правого желудочка. Дилатированная легочная артерия, имеется нарушение спадения нижней полой вены, а также выпад в перикарде, что указывает на дисфункцию правого желудочка. Достаточно высокий градиент на трикоспидальном клапане. Хочу напомнить, что высокие градиенты трикоспидальной регургитации всегда заставляют нас задуматься, что это не первый эпизод острой тромбоэмболии, а острая тромбоэмболия развивается на фоне ранее сформированного хронического заболевания. Мы определяем маркеры повреждениями, а кордание у нашей пациентки повышен и уровень натрио-рутического пептида, тоже говорящий в пользу того, что это не первый эпизод острой тромбоэмболии легочной артерии. При ультразвуковом исследовании веней нижней конечности выявлена реквенализация проксимального тромбоза глубоких вен слева. Следующий этап. Мы проводим стратификацию риска больной с острой тромбоэмболией легочной артерии. И из всех критериев у нас имеется только снижение насыщения крови кислородом, но имея один балл по упрощенной шкале ПЕСИ, плюс наличие признаков дисфункции правого желудка, которые мы выявляем при эхокардиографическом исследовании и по данным мультиспиральной компьютерной томографии, а также повышение биомаркеров позволяет стратифицировать нашу пациентку как пациентку с промежуточно высоким риском. Следующий этап. Нам нужно выбрать стратегию лечения нашей пациентки. Как вы видите, у нас есть четыре опции, чтобы выбрать тактику лечения нашей пациентки. Учитывая то, что пациентка промежуточного высокого риска дает эпизод синкопального состояния на отделении, то мы можем трактовать данную ситуацию как пациентка промежуточного высокого риска с прогрессирующим нарушением гемодинамики. И в этой ситуации у нас есть возможность обсуждения системного тромболизиса, хирургической тромбоэктомии и чрезкожных вмешательств. Учитывая то, что наши пациентки не противопоказан тромболизис, мы выбираем между системным тромболизис и через кожными катетерными вмешательствами. Но учитывая то, что после синкопального состояния уровень артериального давления выше 100 мм ртутного столба систолически, то мы стратифицируем пациентку как промежуточно высокий риск, имеющие преимущественное дилатацию правого желудочка по сравнению с левым желудочком, имеющие значительно высокое систолическое давление в легочной артерии более 50 мм ртутного столба, и в этой ситуации предпочтение отдаем через кожным катетерным вмешательством. Такого же мнения придерживаются и эксперты консорциума PERT. Они рекомендуют, так же, как и в рекомендациях Европейского Общества кардиологов 2019 года рассматривать пациентов с острой тромбоэмболией мультидисциплинарной командой для принятия адекватного решения и выбора наиболее оптимальной лечебной тактики. Как вы видите, селективный тромболизис, пациентам, которым не противопоказан тромболизис, у пациентов промежуточно высокого риска является наиболее оптимальной тактикой ведения. Что из себя представляет катетерассоциированные процедуры? Они могут выполняться только в варианте фрагментации, либо в варианте прямой инфузии фибринолитика в ветви легочной артерии, либо сочетать в себе фрагментацию и введение тромболитика внутри сосудистой. За рубежом достаточно часто используют ультразвуковую фрагментацию, но, к сожалению, подобные инструменты в нашей стране не зарегистрированы. Как не зарегистрированы и устройства для аспирации большого объема с возвратом отфильтрованной крови. Эти вспомогательные устройства достаточно хорошо себя зарекомендовали в исследовании Seattle и Ultima, однако сопоставимые результаты дают фрагментация с помощью катетера Пиктейл и селективного введения тромболитика. Это результаты исследования Перфект. Именно по этому пути мы пошли у нашей пациентки. Пациентке проведено селективное введение тромболитика после предварительной фрагментации тромбопиктейла. И вы видите, что на фоне проведенного селективного тромболизиса отмечена положительная динамика, как в плане разрешения проксимально расположенных тромбов, так и в плане улучшения перфузии легких. Отмечена и положительная динамика правых камер сердца. Это более очевидно, видно на электроэхокардиограмме, которая представлена на данном слайде. Вы видите, что несмотря на то, что размеры правого желудочка уменьшились незначительно, но мы видим увеличение сократительной способности правого желудочка, о чем свидетельствует нормализация амплитуды движения кольца трикоспедального клапана и скорости движения кольца трикоспедального клапана, а также отсутствие Д-образной деформации левого желудочка и выпад в полости перикарда. О положительной динамике свидетельствует и пятикратное снижение уровня натриоуретического пептида. По результатам выполненного вмешательства пациентка выписана из стационара с рекомендацией приема варфарина. Почему дана такая рекомендация? Дело в том, что достаточно высокие цифры давления в легочной артерии в момент острой тромбоэмболии говорили о том, что, скорее всего, это пациентка с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией и данный эпизод острой тромбоэмболии это рецидив венозной тромбоэмболии. Поэтому выбор пал на антивитамин К препарат. Пациентка продолжает принимать антикоагулянты в течение 3-6 месяцев и ей рекомендуется совершить визит в центр для контрольного эхокардиографического исследования, чтобы уточнить дальнейшее развитие заболевания. Это предусмотрено рекомендациями 2019 года. В случае высокой или промежуточной вероятности легочной гипертензии пациентка должна пройти обследование по алгоритму верификации хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Этот алгоритм более четко представлен в публикациях Кюлинского консенсуса 2018 года. Вы видите, что первый этап это может быть вентиляционно-перфузионная сцентография, но для нашей страны более оптимальный вариант выполнения компьютерной томографии в ангиографическом режиме, если мы не находим каких-либо изменений у таких пациентов, выполнять дополнительно планарную перфузионную сцентографию легких. Пациентка проходит обследование в сентябре 2020 года, отмечает одышку при значительных физических нагрузках. Как вы видите, гемодинамический профиль достаточно благоприятный. Пациентке выполняется кардиопульмональное тестирование. Эта опция заложена также в кельнских рекомендациях для центров, занимающихся легочной гипертензией. И мы видим, что при выполнении физической нагрузки пациентка десатурируется и у нее повышен вентиляторный эквивалент. Это интегральный показатель минутной вентиляции легких и это наиболее ранний признак, говорящий о наличии посттромбоэмболического синдрома. Пациентке через 3 месяца выполняется мультиспиральная компьютерная томография. Я подчеркну, что без жалоб, без достаточных оснований рутинно по рекомендациям 2019 года не рекомендуется выполнять визуализирующие методы исследования. И только при наличии жалоб, которые предъявляет больных после верификации промежуточного и высокого риска легочной гипертензии или после проведения нагрузочных тестов пациенты проходят дополнительное исследование для уточнения генеза поражения сосудов легких. Пациентке выполняется компьютерная томография. Вы видите положительную динамику по сравнению с данными компьютерной томографии при выписке пациентки. Однако сохраняются фиброзные тяжи сети и пристеночные тромбы верхнедолевых и нижнедолевых артериях справа и объединение кровотока в язычковом сегменте. Пациентке выполняется контрольное эхокардиографическое исследование. Как вы видите положительная динамика правых камер сердца. У нас нормализация площади правого предсердия. Базальный размер диаметра правого желудочка тоже в пределах нормы. Функция правого желудочка не изменена. Однако сохраняется повышенный градиент трикоспедальной регургитации. Скорость трикоспедальной регургитации 3,2 метра в секунду. Это является основанием для проведения инвазивного метода исследования для верификации диагноза легочной гипертензии. И при катаризации правых камер сердца мы видим повышенное среднее давление в легочной артерии. Давление в правом предсердии в пределах нормы. Это говорит об отсутствии дисфункции правого желудочка. Давление заклинивания легочной артерии в пределах нормы. Это подтверждает прикапиллярный характер легочной гипертензии. Выявляем повышенное легочно-сосудистое сопротивление и обращает внимание достаточно низкий уровень сердечного выброса у нашей пациентки. Несмотря на практически нормальные значения натриоуретического пептида. Пациентке выполняется обследование на наследственную и приобретенную тромбофилию. Данных за данную патологию не получено и у пациентки обсуждается подходы к лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Они, как правило, зависят от локализации тромба. Если у нас проксимальный процесс, главные ветви долевые сегментарные, то предпочтение отдаётся тромбоэндротерактомии из легочной артерии в условиях искусственного кровообращения и циркуляторного ареста. У нашей пациентки это в основном сегментарный уровень поражения и морфологические особенности являются благоприятными для баллонной ангиопластики легочной артерии. Если преимущественно поражается микроциркуляторное русло, это специфическая таргетная терапия легочной гипертензии. Пациентке выполняется две сессии баллонной ангиопластики. Мы ждём её на третью сессию. И вы видите, что в процессе лечения у нас нормализуются показатели сердечного выброса и в два раза снижается легочно-сосудистое сопротивление. Спасибо большое за внимание. Я с удовольствием предоставляю слово Виктории Дель Гадо, которая озвучит нам европейские рекомендации 2019 года по ведению больных с острой тромбоэмболией легочной артерии. Доброе утро, дамы и господа. Большое спасибо, что пригласили меня участвовать в восьмом образовательном форуме Российские Дни Сердца. Очень рада обсудить с вами прекрасный случай, который представил доктор Майсева. И я сейчас расскажу вам, что говорят в этом случае рекомендации Европейского Кардиологического Общества в случае Острой Телла. Вот раскрытие информации. Рекомендации Европейского Общества 2019 года относятся к ведению Острой Теллы. Рабочая группа описала несколько аспектов, которые нужно обязательно держать в голове, чтобы наилучшим образом диагностировать и вести пациентов с Острой Телла. Что сменилось, что поменялось, что нового? Все отображено на этом слайде. Об этом опять же уже говорил доктор Майсева. Первое. Новые рекомендации по диагностике, которые в основном основаны на гемодинамической нестабильности и Телла высокого риска. Новые диагностические алгоритмы основаны на рисках. Кроме того, делается упор на комплексное ведение пациента и соответствующий алгоритм, а также на расширенное лечение после Острой Телла. И, наконец, говорится о, опять же, новом аспекте, а именно долгосрочное последовательное наблюдение и поиск долгосрочных осложнений. Вот случай, который похож на случай доктора Майсева. Достаточно молодая женщина без факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, поступила в больницу с острой одышкой и видим, что у нее тахикардия 130 ударов в минуту, низкое кровяное давление 75 на 40. Что касается газов в крови, посмотрите, лактаты 9,7, основание минус 16 и ПО2-23, парциальное давление кислорода. Здесь на кардиограмме видно, что достаточно маленький левый желудочек по сравнению с правым, который выглядит расширенным. Кроме того, посмотрите, смещена межелудочковая прегородка влево из-за слишком высокого давления в правом желудочке. Это ЭХКГ, а вот мы видим очень сильную региргитацию трехстворчатого клапана. А, соответственно, вот систолическое давление в легочной артерии более 60. В случае острой ТЭЛа для диагностики нужно обязательно учитывать клиническую картину, есть ли гемодинамическая стабильность либо нет, а также аспекты высокого риска ТЭЛа. Кроме того, есть биомаркеры, которые помогают в диагностике, среди них дедимеры и параметры визуализации. ЭХКГ обязательно делается, УЗИ, КТ, а также вентиляционное перфузионное сканирование. Как мы определяем гемодинамическую нестабильность и высокий риск ТЭЛа? Первое, риск остановки сердца и необходимости сердечно-легочной реанимации. Второе, риск обструктивного шока, когда систолическое давление меньше 90, и в этом случае нужны сосудослуживающие средства для того, чтобы давление было более 90, несмотря на нормальное наполнение. И, наконец, гипоперфузия конечных органов, которые выражаются в спутанности сознания, холодности конечностей, липкой кожи и повышенных лактатах. И, наконец, постоянная гипотензия, то есть систолическое давление либо меньше 90, либо его падение больше, чем на 40, которое длится более 15 минут и которое не вызвано новым приступом аритмии, гиповолемии или же сепсисом. То есть, еще раз, главное, это гемодинамическая нестабильность и высокий риск ТЭЛа. Как только мы определили наличие либо отсутствие гемодинамической стабильности, нам нужен диагностический алгоритм для исключения высокого риска ТЭЛа или подтверждения. Если гемодинамическая нестабильность присутствует, нужно сделать транстаракальную эхокардиографию для того, чтобы оценить присутствие либо отсутствие дисфункции желудочка правого. Если ее нет, мы должны искать другие причины шока или нестабильности. Если у пациента есть дисфункция правого желудочка, в этом случае мы должны, если при наличии, сделать, срочно сделать КТН, географию легких. Если такой возможности нет, при этом есть дисфункция правого желудочка, можно сразу начать лечение высокого риска ТЭЛа. То есть дисфункция правого желудочка уже сама по себе является одним из первых признаков высокого риска ТЭЛа. Если присутствует КТН, география легких, если есть возможность ее сделать, если подтверждается ТЭЛа, мы начинаем лечение, если же она не подтверждается, если ее нет, в этом случае нужно искать другие причины шока либо нестабильности. У пациентов с гемодинамической стабильностью у которых нет нестабильности, нужно оценить клиническую вероятность ТЭЛа и, соответственно, сделать клинические выводы, либо использовать прогностические правила. Если клиническая вероятность низкая или средняя, то есть ТЭЛа маловероятна, мы делаем тест на Д-димеры. этого обычно достаточно, если тест негативный, лечения нет, если тест позитивный, соответственно, при наличии делается КТН-география легких. Опять же, если он недоступен или если не подтверждается лечение, нет, если подтверждается ТЭЛа, лечение проводится. Если клиническая вероятность ТЭЛа высока, то не нужен тест на Д-димеры, нужно непосредственно переходить к КТН-географии легких для постановки правильного диагноза, соответственно, либо дальше альтернатива, либо лечение, либо дальнейшее исследование. Какие правила клинических решений у нас есть? У нас есть женевская классификация, различные параметры, которые необходимо учитывать ТЭЛа в анамнезе, например, тромбоз глубоких вен, сердечный ритм операции или переломы в недавние месяцы, кровохоркание, боль в нижних конечностях с одной стороны, онкология или же боль или пальпабельность глубоких вен нижних конечностей и, соответственно, возраст более 65. Еще есть одна интересная шкала, это правило клинического прогнозирования Уэллса. Доктор Майсеба как раз пользовалась этим правилом, и мы можем его применять в случае среднего или высокого риска. Как только диагноз поставлен ТЭЛА, нам нужно оценить тяжесть этого состояния и риск преждевременной смерти. Для этого мы используем шкалу ПЭСИ, индекс тяжести ТЭЛА. В ней учитывается возраст пациента, его пол, наличие онкологических заболеваний, наличие хронической сердечной недостаточности, хронических заболеваний легких, ЧСС, систолическое кровяное давление, частота дыхания, температура, психическое состояние и артериальная сатурация оксигемоглобином. Вот различные точки, по которым мы можем классифицировать пациентов в различные группы. Если индекс ПЭСИ, вот, посмотрите, здесь перечислены клинические параметры, если ПЭСИ больше одного, мы имеем дело с повышенным риском преждевременной смерти. Вот показатели риска для пациентов с ТЭЛА, они перечислены здесь, и они основаны в основном на гемодинамической нестабильности при госпитализации клиническими параметрах, в клинических параметрах тяжести ТЭЛА, для этого используется шкала ПЭСИ, присутствия либо отсутствия дисфункции правого желудочка, выявленной на транстаракальной хоктерокардиографии или же катангиографии, и, наконец, повышенный уровень тропонина в сердце. Вот, если здесь везде плюсики, то это высокий риск преждевременной смерти, особенно, если ПЭСИ 3 или 4, если присутствует дисфункция правого желудочка, выявленная на хоккардиографии или КТ, и если тропонин повышен. Средне-высокий риск это пациенты без гемодинамической нестабильности, но при этом у них высокий индекс ПЭСИ, или же один из этих факторов, или оба, да, либо правый желудочек, либо тропонин. Средне-низкий риск это гемодинамически стабильные пациенты, ПЭСИ ниже 3-4, без дисфункции правого желудочка, и в этих случаях тропонин вы можете либо отсматривать, либо нет, но если вы его отсматриваете, он должен быть отрицателен. Итак, как ведутся такие пациенты в зависимости от клинической картины острой ТЭЛа? Фактически мы действуем так же, как и при диагностике. Таблица та же самая. Если пациент поступает с острой ТЭЛа, необходимы антикоагулянты и оценка гемодинамической нестабильности, а дальше в зависимости от этого мы действуем по-разному. Если гемодинамический пациент стабилен, то мы стратифицируем его по группам риска, либо группа низкого, либо среднего риска. Для этого используется классификация ПЭСИ или альтернатива, так называемое правило ГЕСТИ. Но обычно мы используем классификацию ПЭСИ, и здесь средний риск это 3-4 по ПЭСИ, а здесь делается оценка правого желудочка и КТ география, если она доступна. Низкий риск это ПЭСИ менее 3-х, отсутствие дисфункции правого желудочка. ПАЦИ высокого риска, если они гемодинамические и нестабильны, им нужна сразу реперфизионная терапия и гемодинамическая поддержка. Что касается среднего риска, необходимо провести тест на тропонин, и если тест положительный, плюс дисфункция правого желудочка, то мы тоже переходим непосредственно к реперфузии, особенно если пациент ухудшается. Если тропонин отрицательный, мы просто госпитализируем. Все эти пациенты высокого среднего риска госпитализируются непосредственно. Пациенты высокого риска сразу идут на реперфузию. Среднего риска либо мониторятся и рассматривается реперфузия, либо пока просто госпитализируются и наблюдаются. Что касается низкого риска, для этих пациентов мы учитываем, есть ли другие показания госпитализации, а также учитывается возможная поддержка в семье и в обществе и доступ к медицинской помощи. Если ответ на хотя бы один из этих вопросов отрицательный, то лучше госпитализировать и следить в больнице. Если же у пациента нет других показаний к госпитализации, плюс у него достойная поддержка в семье или в сообществе и доступна медицинская помощь, можно его выписать на амбулаторные наблюдения. Итак, в чем основные новые рекомендации лечения по лечению после состояния ТЭЛа? Нужно отследить долгосрочные последствия, долгосрочные осложнения. Для этого проводится рутинный осмотр каждые 3-6 месяцев после эпизода ТЭЛа. Достоверность рекомендации степень 1. Нужна комплексная модель лечения, которая рекомендуется после острого эпизода ТЭЛа, для того, чтобы обеспечить оптимальный переход от госпитальной к амбулаторной среде. Кроме того, рекомендуется отправить симптоматических пациентов на сканирование ВКУ, вентиляционно-перфизионное сканирование, а также регулярно проверять их на легочную гипертензию. Конечно, рекомендуется делать ЭХКГ для проверки дисфункции правого желудочка и сердечно-легочный тест с нагрузкой. Каждые 3-6 месяцев нужно проверять наличие функциональной одышки либо функциональных ограничений. Если ни того, ни другого нет, делается транстаракальная эхокардиография для оценки наличия ТЭЛа. Если одышка есть, соответственно, делается транстаракальная эхокардиография для оценки вероятности гипертензии, если одышки нет, нужно оценить другие факторы риска хронической гипертензии, связанной с тромбоэмболией. Если такой риск низкий, то необходимо проверить другие причины одышки. Если средняя вероятность, нужно проверить наличие повышенного НТ про БНП, а также факторы риска повышенного давления в легких и сделать нагрузочный тест, проверить, не аномальные будут результаты. Соответственно, если все это негативно, ищем другие причины одышки. Если хотя бы одна причина присутствует, желательно вентиляционно-перфюзионное сканирование для выявления нарушений перфузии и, возможно, направление пациента в специальный экспертный центр по легочной гипертензии. Если нет профизионных дефектов, опять же, ищите другие причины одышки. Что касается мы знаем, что если в анамнезе уже есть хроническая тела, сфокусироваться нужно на антикоагуляции и вторичной профилактике, а также нужно посоветовать пациента вернуться к врачу, если появятся симптомы. На этом я заканчиваю свой доклад. Благодарю доктора Майсеба за такое достойное изложение европейских рекомендаций. Если хотите узнать о них больше, не забывайте, что они издаются в карманном формате. Вы можете себе в больницу их приобрести и проверять ненадлежащие алгоритмы для каждого пациента. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктория. Глубоко уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, существуют ли методы профилактики ТЭЛа при длительных перелетах, например, на Дальний Восток, которые есть длительные по 9-10 часов. Может быть, какие-то методы профилактики. И второй вопрос. Какие эстрогенные препараты, может быть, у вас данные вызывают ТЭЛа? Спасибо большое. Во-первых, для длительного перелета четких таких рекомендаций нет, но мы знаем, что есть рекомендации по переоперационной профилактике травматологических, ортопедических операций, прием редуцированных доз прямых оральных антикоагулянтов и, наверное, таким подходом можно пользоваться. Второй вопрос. На сегодняшний день все существующие и гормонзаместительная терапия, гормональные контрацептивы, они все ассоциированы с риском в большей или меньшей степени. Совершенно безопасных гормональных контрацептивов не существует. И в этой ситуации, чтобы минимизировать риск, надо оценивать наличие дополнительных факторов, которые могут привести к развитию острой тромбоэмболии. Фактически мы имеем у данной женщины сочетание длительной мобилизации с приемом гормональных контрацептивов. Олега Михайловна, будьте любезны, вот скажите, почему вы для вторичной профилактики тромбоэмболии назначаете варфарин? И в каких случаях нужно его назначать как антикоагулянт? И как долго? Ведь варфарин применяется в определенных случаях. Да, спасибо большое. Варфарин действительно является препаратом, который мы крайне редко сейчас назначаем, предпочтение отдаем прямым оральным антикоагулянтам, но у больных, у которых мы подозреваем хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию, варфарин на сегодняшний день признан экспертами самым лучшим лекарственным препаратом. Тем более, что он имеет возможность контролировать нахождение больного в терапевтическом окне, и мы четко знаем, что больной принимает антикоагулянт, у него есть целевые нормализованные отношения, на которые мы ориентируемся. Это касается только больных с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией, никак не других пациентов. Вторая группа пациентов, которые необходима терапия антивитамин-К препаратами, это больные с антифосфолипидным синдромом. То есть, фактически, две группы больных, которых вы останавливаете на варфарине. В отношении длительности антикоагулянтной терапии это достаточно сложный вопрос. Если пациенты имеют транзиторные факторы и риска, то через 3-6 месяцев после оценки вероятности повторных тромбоэмболей существуют специальные шкалы. Наиболее простая шкала в медкалькуляторе это шкала ДАШ, которая позволяет вам после оценки уровня Д-димера на послемесячной отмене антикоагулянтов оценить целесообразность пролонгации антикоагулянтной терапии. Если Д-димер будет повышен, то, естественно, больные будут требовать более длительной антикоагулянтной терапии, то есть более 6 месяцев. И здесь вы можете использовать вариант редуцированных доз прямых оральных антикоагулянтов, если это не особые специфические группы. Да, Дмитрий Викторович, пожалуйста. Можно я пока задам вопрос? Да, пожалуйста. Про вашу личную практику. Всех ли пациентов молодого возраста вы тестируете на тромбофилии или исключаете пациентов, у которых был большой транзиторный фактор, или вообще за счет кого финансируется это тестирование? Спасибо. Существуют четкие рекомендации, если мне не изменяет память, они датированы 2005 годом, категория больных, которые требуют проведения обследования на наследственную тромбофилию. Это пациенты моложе 50 лет, пациенты с так называемым неспровоцированными и неспонтанными тромбоэмболией легочной артерии, пациенты с необычной локализацией венозной тромбоэмболии, это мезонтериальные, церебральные и так далее, тромбозы. Это и, конечно, пациенты молодые, если женщины это с акушерским анамнезом, нуждаются в обследовании на маркеры антифосфолипидного синдрома. вторая попытка. Профессор Дельгадо, спасибо вопрос. Уважаемый профессор Дельгадо, Насколько безопасно лечиться дома для тех пациентов, у которых низкий риск тромбоэмболии? В основном, обычно, это клинический, это в клинике пролечивается. Насколько можно все-таки дома, если есть до сих пор тромбы, что же делать? Можно ли лечиться дома? К сожалению, не слышно госпожи Дельгадо. Перевод невозможен. К сожалению, госпожи Дельгадо не слышно, перевод невозможен. К сожалению, не слышно, но они не слышны. оратора. Перевод невозможен. Кажется, меня теперь слышно. Так, замечательно, нам слышно оратора. Слышно ли меня? Слышно. Да, уважаемый эксперт Дельгадо, вас слышно. Итак, извините, не так простая схема в использовании. Итак, насколько, если я правильно поняла вопрос, потому что были некоторые сложности, вопрос заключался в следующем. Можно ли отправлять пациентов домой, если у них низкий риск развития заболевания? Да, пациенты со стабильной гемодинамикой, у них нету дисфункции правого желудочка, и поэтому для них назначается антикоммуникационное лечение. И его, конечно же, можно принимать дома. визуализацию, до этого необходимо произойти визуализацию, чтобы оценить нагрузку тромбозную. И если мы видим рост прогрессирования тромбоза, если нету увеличения каких-то факторов риска, и нету каких-то факторов, которые показывают, что пациент не может быть выписан, и пациенту смогут помочь дома, у него есть доступ, если что, к медицинским услугам, тогда можно пациента выписывать. После этого, конечно, пациента нужно наблюдать, чтобы смотреть, как развивается у него легочная тромбоэмболия и гипертензия легочной артерии. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Виктория, большое спасибо, Виктория. Вам большое спасибо. Я дополню, существует очень простая шкала хестия, где 11 вопросов, и если вы на них всех отвечаете «нет», то пациент может быть отпущен домой с рекомендацией приема прямых оральных антикогулянтов. Спасибо большое. Я думаю, что мы можем двигаться по программе. я с удовольствием за свое место. спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Михайловна. Глубоко уважаемые коллеги. Добрый день. Я предлагаю двигаться к следующей сессии, потому что чуть-чуть перекрытие по времени. Глубоко уважаемые коллеги, с большим удовольствием предлагаю начать сессию, на которой академик Елена Зеленоголохова представит клинический случай, по всей видимости, пациента с фибрилляцией предсердий. И профессор Линде из Стокгольма, Швеции расскажет о том новом, о чем говорят нам рекомендации по лечению пациентов с фибрилляцией предсердий Европейского крилологического общества, датированной 2020 годом. И в конце этого симпозиума у нас с вами будет возможность задать вопросы, провести дискуссию того, что услышано. Лена Зеленоголохова, если вы на связи, просим вас начинать. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли нас и видно ли? Очень хорошо слышно, но мы пока вот теперь видим вас. Здравствуйте. сейчас еще раз задам этот вопрос. Рады вас всех видеть, мы их отлично видим, слушаем и следим за вашей программой, очень интересной со вчерашнего дня. Я хочу представить наблюдение не только редкое в нашей клинической практике. Мы выбрали именно эту больную из многих, которые проходят лечение в нашем центре, преследуя цель продемонстрировать некоторые подходы в учрении этой категории больных с фибрилляцией предсердий самым, как известно, частым видом нарушения ритма. И так, пациентка варака 7 лет поступает в клинику вот с такой электрокардиограммой. В пациентке мы имеем тахиформу фибрилляции предсердий и жалобы на отдышку при минимальной физической нагрузки, учащенное неритмичное сердцебиение и ухудшение состояния с физической нагрузкой. Из-за нам уже известно, что пациентка наша страдает приступами нарушения ритма в течение 5 лет. Возникали они в частоту 1-2 раза в год, оккупировались медикаментозом и электроинфицированной терапией и с течением времени приступы и медикаментозом к более частому развитию. Настоящий срыв ритма произошел 4 месяца назад. Мы выполнены попытки медикаментозной электрической кардиоверсии без четкого и стойкого эффекта. одновременно сама пациентка отмечает прогрессивное изменение переносимости медикаментоза на фоне учащенного сердцебиения и ухудшения состояния последние 2 месяца заболевания. Что говорят объективные данные обследования пациента? Вольная опроситель молодого возраста напомню вам 47 лет имеет ожирение с индексом массы тела 34 имеет признаки сердечной недостаточности а именно наличие важных многополитных хрипов в нижних отделах легких собей определяется дефицит пульса нормальное артериальное давление и рекомендациями европейского общества кардиологов относятся к четвертому классу в филе 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 пресердий когда нормальная повседневная активность практически невозможна и в ее ситуации это минимум вот что мы видим когда проводим звуковое исследование этой больной обращает для себя внимание значительные размеры рот сердца здесь они что касается левого желудочка наталья составляет 48% естественно как вы видите не выполнены на плохие формы мерцательной аритмии имеется митральная недостаточность соответствующая второй степени и трикоспидальная недостаточность какова тактика ведения пациентов это стандартная история когда мы должны следовать действительно алфавит увлечения больных больная поступает на антикоагулянтах в отношении контроля симптомов при поступлении она получала бетолог зоку до 15-25 миллиграммов и коррекция сопутствующей патологии в данном случае сердечно-недостаточность в виде приема педитарда 10 миллиграммов из чего состояла ЭБС и в том случае с ЭБС медикаментозным лечением этой больной достигнут ли был контроль симптомов нет ну и вот формально я представила что она получала в качестве медикаментозного подхода в отношении антикоагулянтной терапии правильно не было исходное назначение в частности выбора антикоагулянтного препарата если мы оценим риск тромбоэмболических осложнений то действительно он составляет 3 балла и понятно из чего эти баллы складываются риск достаточно высокий как мы использование шкалы и естественно что мы хотели исключить связь развития фибрилляции пресердий с химической болезнью этой пациентки поскольку как я говорила определенные сферы были связаны с физической нагрузкой и есть была выделена коронарография замечательная проходимость по системе левой и правой коронарной артерии и наша идея о том что это вариант аниматильной кардиопатии на фоне тахи формы фибрилляции пресердий не удовлетворяется контролем ритма и контролем симптомов аритмии подвердилась хочу теперь представить вам выбор нашей обоснованность выбора нашей так вещества больная она имела выброса более 40% там более чистоты сердечных сокращений мы могли выбирать одну из трех имеющихся возможностей хорошо известную вам мы произвели контроль в собрежающей терапии больная достаточно молодого возраста и мы изменим вариант в блокирующей терапии вторым этапом мы выбрали контроль в более 10 миллиграмм в сутки и действительно имели как вы видите на повторной электрокардиограмме порежение частоты сердечных сокращений мы полагали что мы тем не менее максимально скорректировали то что могли сделать она получает терапию но естественно вот таким образом изменилась данная эхокардиография естественно возраста сердца сердечного ритма но что дальше что дальше нужно было делать с этой больной очевидно совершенно что возраст молодой неоднократные попытки дефибрилляции были неуспешны больная имелась недостаточность и в совокупности понимая все это а также зная результаты течения фибрилляции сердца сердечной недостаточности в частности здесь можно было бы привести данные разных исследований мы демонстрируем данные исследования хорошо известного восемь года не самого последнего но тем не менее достаточно красноречиво демонстрирующее улучшение гноза при выполнении аблаций для контроля это убедило нас необходимости вот такого можно назвать его агрессивного тем не менее подхода в лечении этой болной и конечно мы поняли что должны как-то часто бывать в практике использовать аблацию стандартным процедурой в нашей клинике перед выполнением аблации это всегда выполнение беспищеводных и кардиографии и выполнение компьютерной томографии левой претердии и устья бревочных вен прежде всего для оценки размеров левого претердия для оценки анатомии впадения устья бревочных вен размеров устья бревочных вен Мы также используем методы 4D-флоу и МСФ, исследования для оценки сиреницидроза. Но в данном случае я вам показываю реальный случай жизни, и так как это было реально сделано. В данном случае мы ограничили СКТ. С исследованием определили, что объем левого предсердия с учетом мушка составлял 96 мл. Это больше нормы, соответственно, данным звуковым исследованием. Индекс объема левого предсердия составит 10 мл. Также больше нормы, но тем не менее, показывающие вполне оптимистичные показатели для выполнения аблаций. Ничего не противоречит. Какие возможности для выполнения аблаций и последующего медикаментозного контроля? Мы знаем, что у больной с сниженной процесса, у больной с структурными аномалиями, для долгосрочной тактики контроля ритма и восстановления ритма мы можем использовать Экстерментозную кардиоверсию мы можем использовать Экстерментозную кардиоверсию для экстренной, для случаев контроля, восстановления ритма. И для неподдерживающей терапии, это препараты третьей группы, амидарон или садовол. В данном случае мы выбрали амидарон, и больная была мастична с препаратами. В качестве первой линии мы выполнили кризисоляцию устьев югочных вен. Вы видите положение электронов для выполнения этой процедуры. Первый этап заключался, как это рекомендовано в европейских рекомендациях, и сейчас вышли наши собственные и отечественные рекомендации. Это изоляция югочных вен, и именно к этому сводилась данная процедура. Она перенесла эту процедуру в 3 месяца отмывочного периода, и, к сожалению, через 3 месяца мы имеем рецидент после выполнения пиообладки и в приеме амидарона, который к этому времени мы уже приходили на прежнюю долгу, тем не менее имеем возврат. И как мы видим на этом слайде, что по данным консирования у больной имеется частичное восстановление проводимости так называемой ГЭП в области устья правой верхней легочной вены и частично в области правой нижней легочной вены. Мы считаем, что необходимо также дальнейшее воздействие в области крыши левого претердия. И именно с этими обстоятельствами было связано, возможно, что мы предполагали рецидент, нарушение ритма после завершения так называемого огнурочного периода. Повторное вмешательство, которое произошло в повторное воздействие по изоляции устьев правых легочных вен и в области крыши левого претердия. И хочу показать вам финальные данные через 8 месяцев наблюдения после повторной процедуры. Это синусы вне, частота ритма, шаговый удар в минуту, единичные обеточные нарушения экстрасистолы и вот, что мы имеем при выполнении звукового изделия, и реверсия симптомов анимогенной кардиоциации и сердечной ненавистики. На этом я заканчиваю свою демонстрацию. И, условно, такие подходы у больных с экстреляцией предсердия и сердечной ненавистики не обнадеживают нас в том, что зрение не только возможности восстановления и учитывания ритма, но и культируемые системы сердечной ненавистики, вызывающих эмилизацией. Спасибо большое, Елена Зеликовна, прекрасный клинический случай лечения хронической сердечной недостаточности и ассоциированной с фибрилляцией предсердий. Мы оставим время в конце данного симпозиума, а сейчас перейдем далее по программе и просим подключиться профессора Сесилия Линды. Мы пока не слышим вас, мы видим, но не слышим. В Университетской больнице, Штокгольм, Швеция. Расскажу вам о рекомендациях Европейского кардиологического общества по диагностике и ведению пациентов с фибрилляцией предсердий. Вот конфликты интересов, и сейчас покажу вам различные публикации. Это рекомендации, которые сделаны вместе с Европейской ассоциацией кардиоторакальных хирургов, председатели Георг Хиндрейс и Татьяна Коппера. Давайте посмотрим на глобальную распространенность фибрилляции предсердий. Как видите, в некоторых странах она очень распространена. У меня в Швеции, в США, например. Долгосрочный риск состоит в том, что один из трех человек будет затронут этим заболеванием. Женщина красным выделена, мужчина с синим на этом графике. Мы видим, что это заболевание возрастает, его риск с возрастом. Если возраст более 80 лет, уже у 20% людей будет фибрилляция предсердий. Факторы риска, нововыявленные болезни. Вы все, в принципе, знаете о них. Сердечная недостаточность, ИБС, пороки клапанов, гипертензия, диабет, а также факторы, связанные с образом жизни, а именно малоподвижность, употребление алкоголя, большого количества жиров, курение. И все это необходимо учитывать при введении фибрилляции предсердий. Почему мы так настаиваем на введении таких пациентов? Потому что, если не ввести их должным образом, прогноз очень плохой. Вот, например, повышение риска смертности при отсутствии введения в полтора или даже три с половиной раза. Риск инсульта возрастает на 20-30%. Риск дисфункции левого желудочка – 20-30%. Риск ухудшения когнитивных способностей, депрессии – то же самое. Повторная госпитализация на 40%. И все это связано с плохим качеством жизни, как вы понимаете. Поэтому что-то нужно с этим делать. Вот как рекомендации подходят к фибрилляции предсердий. 3C – confirm, characterized, treat – подтвердить, охарактеризовать, пролечить. Сначала подтвердить, потом охарактеризовать, каков риск инсульта, какова тяжесть субстрата, а далее избежать инсульта. Это ABC – avoid stroke, избежать инсульта. B – beta-symptom control, лучший контроль симптомов. C – лечение коморбидности. Очень важен контроль ритма. И здесь в нынешних рекомендациях как раз об этом говорится. И это подчеркивается. Очень важно не только вернуть, но и сохранять синусовый ритм с соответствующими препаратами. Кроме того, акцент делается на стиль жизни, на образ жизни. И на комплексное введение пациентов, особенно в госпитальной среде. Рекомендация рекомендует скрининг на фибрилляцию предсердий у всех людей старше 65 лет. И это тоже делается разными способами измерения давления дома, iWatch, часы, программы на телефоне, патчи и так далее. Оппортунистическая фибрилляция предсердия. Здесь нет четких фактических данных в поддержку, но ее нужно подтверждать с помощью ЭКГ. И фибрилляция должна длиться больше 30 секунд. То есть просто показания на iWatch, например, недостаточно для того, чтобы подтвердить диагнозы. Я говорила о 4С. Риск инсульта, симптомы, тяжесть, субстрат. Тяжесть с симптомами. Вы знаете, это шкала ЭХРА, тоже всем известная, Европейская ассоциация нарушения сердечного ритма. Шкала НИХС, тяжести инсульта, что касается тяжести бремени, фибрилляции. Все это тоже известно. И, наконец, тяжесть субстрата, которая определяется визуализационными средствами. И, на самом деле, вот этот подход 4С рекомендуется в новых рекомендациях. И достоверность этой рекомендации 2А. Это значит, что ее следует рассмотреть. Еще в рекомендациях подчеркивается нечто новое. А именно, необходима повторная оценка рисков. То есть, недостаточно только один раз по шкале ВАШ, например, прийти к выводу, что пациенту не показаны оральные антикоагулянты, потому что факторы заболеваемости могут меняться со временем. Например, гипертензия развиваться, риск инсульта повышаться, развиваться диабет и так далее. Соответственно, в рекомендациях указано, что оценку риска нужно повторять каждые 4-6 месяцев после первой оценки по индексу. Так что не нужно удовлетворяться тем, что, допустим, у пациента низкий риск. Риск нужно перепроверять каждый раз, когда пациент приходит на повторный осмотр, чтобы убедиться, что у пациента надлежащее лечение. Другие формы фибрилляции предсердия – это субклиническая форма, так называемый СКАФ, или же эпизоды высокой предсердной частоты. И опять же, здесь нужно проверять кардиостимулятор, использовать ВАШ и так далее. Пациент может вообще не подозревать, что у него уже есть такие эпизоды, но здесь очень важно смотреть на продолжительность таких эпизодов. Если продолжительность более суток, конечно, необходимы оральные антикоагулянты. Если кратковременные эпизоды, нужно использовать шкалу ВАШ. И если больше трех результатов, возможно, стоит рассмотреть антикоагулянты. Также еще нужно понимать, что продолжительность субклинической фибрилляции нужно обязательно оценивать, чтобы оценить прогноз. Это было исследование 2017 года, которое определило, что у пациентов субклинической фибрилляции, если фибрилляция длилась более суток, риск инсульта возрастал существенно. Тем не менее, это совсем не так для пациентов, у которых нет, не было субклинической фибрилляции, либо у которых она была намного короче. Соответственно, существенный риск инсульта, только если фибрилляция длится более суток. Риск возрастает на 5% в год, что сходно с риском клинической фибрилляции предсердий. При этом, если эпизод длится меньше, риск достаточно низким остается, поэтому не обязательно таким пациентам назначать сразу же оральные антикоагулянты. Комплексный подход к ведению пациента очень сильно подчеркивается в рекомендации. Желательно помещать пациента в соответствующий центр, где к нему будет доступ у семьи, где будет специализированная медсестра, фармацевт в доступности, терапевт и, конечно, кардиолог. На самом деле, именно в этом случае пациент наилучшим образом, лучше всего повышается благоприятность прогноза. То есть комплексный прогноз всегда необходим. И на самом деле, это не просто пустые слова, потому что во всех исследованиях, например, исследование All-In в Мастрихте профессор Ван дер Драйс показало, что при комплексном подходе смертность снижается на 45% по отношению к традиционному подходу. Вот комплексный подход слева, обычный справа. Соответственно, комплексный подразумевает проверку специализированной медсестрой раз в квартал, обязательный контроль кардиолога, изменение образа жизни, физическая нагрузка, постоянный мониторинг артериального давления и мониторинг антикоагулянтов, если они назначены. Соответственно, когда это делается, то смертность достоверно сокращается очень намного по сравнению с пациентами, которые просто наблюдаются в центрах первичного звена и осмотры всего раз в год. И, возможно, время от времени проходят осмотр или проверку доз антикоагулянтов. То есть это не пустые слова, действительно очень важно обеспечивать вот такой вот комплексный подход к лечению и ведению пациентов, а именно присутствие специализированных медсестер, клиницистов, терапевтов и при посредничестве самого пациента. Так прогноз будет лучше. Что касается абляции при фибрилляции предсердий и антиаритмических препаратов, сейчас рекомендации более настойчиво рекомендуют катетерную абляцию, чем предыдущие. В них говорится, что она рекомендуется после одного эпизода неэффективных или непереносимых антиаритмических препаратов для того, чтобы улучшить симптоматику, чтобы избежать рецидива. И в основном речь о пароксизмальной фибрилляции либо персистентной фибрилляции, но без крупных факторов риска рецидивов. Также рекомендация говорится, что если есть подозрения на фибрилляцию предсердий плюс обратная дисфункция левого желудочка и сердечная недостаточность или же с присутствием кардиомиопатии, вызванной тахикардией, абляция является крайне рекомендуемой терапией. Кроме того, она рекомендуется определенным пациентам с сердечной недостаточностью с сокращенной фракцией выброса, потому что она сокращает госпитализацию силой рекомендации 2А. Что касается долгосрочной антиаритмической терапии, амиадарон в основном рекомендуется для долгосрочного контроля ритма, в том числе для пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Что касается экстракардиальной токсичности, здесь это не самый лучший препарат, желательно выбрать другие. Итак, контроль ритма. Что говорят рекомендации? Какие препараты выбрать? Нужен персонализированный подход. Например, если сердечных заболеваний как таковых нет или в легкой форме, то дронодорон, флейконит, пропадерон или саталол. Если рецидив, желательно катетерная абляция. По крайней мере, рассмотреть такой вариант. Конечно, пациент должен сам решить. Это его выбор. Если у пациента ИБС, флейконит здесь уже не годится. Если существенные пороки клапанов, вот варианты. Аммиадарон, дронодорон и саталол. И далее абляция при неуспехе. С сокращенной фракцией выброса только одно средство рекомендуется, аммиадарон. Если не успех, то абляция катетерная. То есть в рекомендациях, лучше, чем в предыдущих, подчеркивается, что терапия антиритмическая для контроля ритма крайне рекомендуется даже бессимптомным пациентам. И здесь есть определенные фактические данные в пользу такого подхода. Они были изложены на последнем конгрессе, который был посвящен цифровизации. Было опубликовано исследование ИСТ-АФНЕТ. Например, вот пациенты включались в него, у которых фибрилляция была менее чем, менее одного года, возраст менее 75, и далее они рандомизировались. Некоторые получали традиционное лечение, другие ранний контроль ритма. Средний возраст 70 лет, 2700 пациентов, в основном бессимптомные и обоим группам давали, обеим группам оральные антикоагулянты и наблюдали в течение пяти лет. Соответственно, сравнивались результаты между группой с ранним началом контроля ритма и традиционным лечением. Мы видим экспериментальную группу слева, контрольную группу справа, изначальные значения и через два года. Мы видим, что в экспериментальной группе здесь распределение по антиаритмическому препарату плюс абляция голубой. Мы видим, что через два года в основном пациенты продолжали принимать антиаритмические, но некоторые уже сделали выбор в пользу абляции. В контрольной группе всего 2% принимали антиаритмические средства и через два года было то же самое. И только 7% решились на абляцию. Что дальше происходило? В группе среднего возраста 70 лет с фибрилляцией менее одного года, посмотрите, синяя линия, экспериментальная группа, риск в ней смерти и сердечно-сосудистых событий был сокращен на 21%. Это первичная скомбинированная конечная точка. Это риск госпитализации по причине средней недостаточности, инсульта, острого коронарного синдрома и смерти. Посмотрите, какие серьезные данные. То есть даже у пациентов пожилого возраста практически с отсутствием, с отсутствием симптомов, все равно контроль ритма очень показан. Какие же рекомендации по поводу абляции? Сейчас рекомендации подчеркивают, что это можно рассмотреть даже пациентам с сердечной недостаточностью. Вот публикация исследования под названием COSA-AF. Достаточно небольшое исследование, всего 300 с небольшим пациентов, но они были рандомизированы в группу абляции и медикаментозной терапии. Это была группа с сердечной недостаточностью, менее 44% фракция выброса. Этиология ИБС ишемическая и не ишемическая, и мы видим, что комбинированная конечная точка, а именно смерть либо госпитализация, посмотрите, сокращение после абляции было на 38%. Если же посмотреть только на госпитализацию по причине сердечной недостаточности, все равно сокращение достаточно существенное у группы абляции по сравнению с группой традиционной терапии. И здесь на самом деле причина не только в том, что не только мы достигали синусового ритма после лечения, но этот ритм необходимо поддерживать после абляции. То есть после абляции сердце должно работать так же хорошо, независимо от факторов риска, как и непосредственно после вмешательства. Вот факторы риска, которые мы уже знаем, гипертензия, алкоголь, апноэ сна, лишний вес и так далее. Вот еще одно исследование Аделаида, Австралия. Эти двое ученых говорят о том, насколько важно изменение образа жизни для поддержки синусового ритма. Просто один пример. пациенты после абляции получали антиаритмические средства. 86% пациентов также смогли сократить вес на 10%. Изначально у них был лишний вес. И мы видим, что 40% не смогли сократить. И посмотрите, какие результаты. У тех, кто смог сбросить вес, намного лучше прогноз, чем у тех, кто не сбросил вес, даже несмотря на абляцию. То есть терапия и терапия, но тем не менее факторы резко зачастую связаны именно с образом жизни. Их тоже нужно учитывать. И, наконец, несколько слов по поводу аппаратов для окклюзии ушка левого предсердия. Рекомендаций нет как таковых, но это упоминается, потому что есть пациенты с фабрилляцией предсердия, у которых есть противопоказания против новых оральных антикоагулянтов. И сейчас уже собираются фактически данные в пользу эффективности такого подхода, а также данные о различных осложнениях. Конечно, необходимо дополнительные исследования, сравнения с новыми оральными антикоагулянтами. И после появления таких исследований, я надеюсь, что все это войдет в рекомендации. последний слайд. Просто хотела сказать, что нужно четко читать рекомендации, довольно внимательно. Не забывайте о подходе CC-ABC, не забывайте, что нужно правильное выявление, комплексный подход, контроль ритма и, наконец, изменение образа жизни, и делать акцент на это, как до, так и после любого вмешательства. Потому что и кроме того, необходимо участие самого пациента. Спасибо за внимание. Большое спасибо профессор Линда. Коллеги, может быть, есть вопросы к докладчикам? Да, есть вопрос. Можете предоставить возможность сказать микрофон, задать вопрос? Если, допустим, пациент с новой коронавирусной инфекцией, полисегментарной пневмонией, без ХСН, находится в ковидном стационаре, у него случается пароксизм фибрилляции предсердий, острая ситуация, кардерон оказывает экстракардиально-токсические эффекты, как быть в данной ситуации, поддерживать стратегию контроля ритма, или вот ритм все равно сорвется, как быть в данной ситуации? Это вопрос к Елене Зеликовне или к нам? Да, или к нам. Позвольте, можно я отвечу на него тогда чуть-чуть позднее, а просто пока формулируют еще вопросы, я хотел Елену Зеликовну спросить по поводу клинического случая, представленного сегодня. Елена Зеликовна, вы на связи? Очень интересный случай пациентки с тахисистолической формой фибридации предсердия, дисфункции и ремоделированием левого желудочка, и я думаю, что вы согласитесь, нередко у таких пациентов мы видим тромбоз ушка левого предсердия, и вот как быть в таком случае, давайте представим, что примерно такой же достаточно типичный случай еще и с тромбозом. Как быть? Слышите ли вы меня, уважаемые коллеги? Да, очень хорошо, видим и слышим. Никогда мы не берем больных ни на какие интервенционные процедуры, если есть признаки тромбоза ушка. И это мы понимаем, что ушка устроена таким образом, что имеет определенную структуру с гипешковыми мышцами, и всегда необходима визуализация. Это абсолютное правило в нашей клинике, и я думаю, что не менее половины, по крайней мере, моих коллег всегда выполняют пищеводные исследования у таких больных при выполнении маневаркенной процедуры. Тем не менее, мы с вами, наверное, помним, у каждого был какой-то момент, когда диагноз тромбоза ушка, отсутствие вернее тромбоза ушка был подтвержден, и тем не менее, были какие-то осложнения, не понимаем, о каких мы говорим, без развития института. Особенно, когда это было достаточно давно, и не было тех рекомендаций четких, которые сегодня имеют. Но тактика какая? Мы, когда оцениваем адекватность дозы антикоагулянтов, которые принимают пациенты, часто, особенно в случае приема добегатрана, в случае практически всех антикоагулянтов назначают редукцированные дозы и не по показаниям. Эта редукция доза возникает, если тем не менее больной принимает адекватную антикоагулянтную терапию в плане дозы, но имеет признаки тромбозов как правило мы меняем все-таки препарат антикоагулянт. Мой личный опыт заключается в том, что в 5 случаях мы используем и прямые антикоагулянты. Понятно, почему мы так делаем в смысле невозможного контроля, но правило исключения этого доза это, наверное, золотое правило. и если вы разрешите по поводу больных, перенесших ковид-инфекцию, они, конечно, нуждают лечение. Мы понимаем многофакторную причину развития нарушения ритма медицинских пациентов. Лично моя рекомендация можно дольше использовать возможности, оптимизировать возможности дозной терапии. с целью контроля симптомов и прежде всего с целью профилактики искать стромбоэмболических осложнений. Я напомню вам о двух интересных работах, которые были опубликованы в этой связи относительно совсем недавно нашими американскими коллегами. Когда больных перенесших инфекцию, можно брать в какие-то процедуры, они пишут, что не ранее через 7 недель при наличии соответствующих показаний, А в принципе этот срок нужно фалонгировать как можно дольше. И второй момент тоже интересный связанный скажем с COVID-инфекцией и например имплантацией кардиоверторов дефибрилляторов с первичной профилактики в нестатистичной спирте. Тоже анализ порядка 130 пациентов находящихся в количестве ожиданий важный вопрос как мы должны поступать в этой категории рекомендации что это относительно безопасно но тем не менее единичные случаи когда больные причинам первичной имплантации кардиоверторов гестерилизировались и к сожалению кто-то из них заболевал и понятные негативные исходы это единичный случай это очень внимательно подходит спасибо еще раз за возможность мы не готовы вас отпустить поступило еще несколько вопросов онлайн и вот самый горящий один из самых горящих звучит следующим образом есть ли экспериментальные данные об эффективности или неэффективности прямых оральных антикоагулянтов при клапанной фибрилляции предсердий простите не услышала еще раз вопрос сейчас хорошо слышно Елена Зеликовна есть ли экспериментальные данные а может быть клинические об эффективности или неэффективности прямых оральных антикоагулянтов при клапанной фибрилляции предсердий ну а и клапанная фибрилляция знаете последнюю работу которая говорит о том что это ну о том что есть определенные перспективы не знаем последнюю работу опубликованную вот совсем недавно тем не менее наши клинические рекомендации они для нас не изменятся мы руководствуемся именно ими есть эта клапанная фибрилляция несмотря на известные исследования опубликованные все таки ограниченный его клинический опыт мы по прежнему используем конечно антагонисты витамины К у больных с клапанной фибрилляцией спасибо большое у нас есть еще вопросы к профессору линды если профессор вы на связи да я на связи все в порядке большое спасибо госпожа линда вы сказали несколько интересных данных об интегративном подходе к лечению фибрилляции предсердий у наших пациентов новые интересные данные о том что интегративный подход снижает число событий сердечно-сосудистых событий и смертность пациентов с фибрилляцией предсердий но также мы знаем другие термины используемые при специальном подходе к пациентам да на самом деле это была общая смертность прежде всего именно она снижалась в случаях когда был интегрированный подход большинство людей в Голландии живет очень близко живет к местам предоставления клиники и поэтому был очень близкий контакт с пациентами именно из-за особенностей страны как мне кажется в том числе при этом при интегрированном подходе легче выявить пневмонию онкологию и поэтому интегрированный подход он скорее сократил не только смертность от сердечно-сосудистых заболеваний а в принципе смертность потому что лучше предоставляют услуги по здравоохранению но конечно же мы видим улучшение по оральным контиогулянтам именно они назначались лучше в случае интегрированного подхода однако мы видим что в других исследованиях также подтверждается что прямые оральные контиогулянты работают очень хорошо но конечно же только в тех случаях если вовремя предоставляются услуги по здравоохранению поэтому нам кажется что только если медсестры имеют очень хорошее образование если они хорошо работают в связке с кардиологами и четко понимают что делают тогда эти препараты хорошо работают мы это видели в ряде исследований при этом есть очень простые вещи которые можно делать на каждодневной основе прежде всего необходимо иметь связь непосредственную с пациентом если этого можно достичь если у нас будет постоянная связь с пациентами если они будут следовать подписанной терапии тогда у нас будут результаты без каких-то инвазивных процедур крупных это очень важная взаимосвязь потому что большинство пациентов они возрастные достаточно они старше 70-80 лет они очень редко приходят к нам в клинике коротко потому что у нас не было перевода в этот момент не нужен перевод ответа хорошо есть еще вопросы зала микрофон я бы хотела еще прокомментировать клинические случаи которые описала госпожа Голухова достаточно полная женщина с фибрилляцией в предсердии что было сделано для нее чтобы не было рецидива фибрилляции очень эффективно ее пролечили абляцией что было сделано для того чтобы избежать рецидива в будущем возможности комментарии больная которая от реального давления у нее ожирение как мы это показывали поэтому я думаю что здесь есть над чем потрудиться да пожалуйста последний вопрос из зала короткий у нас есть временно короткий вопрос если можно ответьте вот если произведена неэффективная катетерная аблация фибрилляции предсердий развилась трепетание предсердий какая тактика дальнейшего лечения наблюдения ведения больного кто должен ответить итак мне кажется что я бы хотела отметить если у пациента например пациентка 75 лет тогда абляция возможно изначально была не самым хорошим выбором если этот пациент будет достаточно молодой то возможно будет лучше абляцию провести речь о том что для данного конкретного молодой пациентки подход действительно был наверное оптимальным но если бы был такой же пациент другого возраста скажем 75 лет то в таком случае имеет смысл иногда вспомнить о проведении аблации отривентрикулярного соединения вместе с имплантацией кардиостимулятора это ответ профессора Линда на ваш вопрос уважаемые коллеги а можно мне сказать если можно для более пожилого возраста с точки зрения контроля сатаритма есть варианты во-первых использования дегоксина во-вторых поскольку так по крайней мере мы услышали не очень хороший звук по поводу трепетания предсердия правильно я поняла вопрос я думаю что это замечательно курируемая с точки зрения аббатной перешейка процедура мы выполняем ее в таких подвинутых возрастных группах если я правильно слышу пожалуйста спасибо большое спасибо уважаемым лекторам спасибо коллеги и мы к сожалению должны закончить должен сказать что следующая секция начнется ровно по времени в два часа дня по Москве без задержек спасибо большое спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok